Здравствуйте, друзья! У меня в руках палатка Nature Hike Monger. Полтора года я пытался добраться до неё, и сейчас она у нас на разборе. Поехали! Итак, что это такое? Это двухместная, двухслойная, самостоящая палатка с повышенным уровнем комфортности. И весит она в полном весе около двух килограмм. Хордис Трофика вступает. Тяжёлая! Да, и при этом Nature Hike Monger остаётся ультралёгкой палаткой. То есть, производитель называет её ультралёгкой палаткой совершенно заслуженно. В отдельном видео я говорил о своих критериях ультралёгких палаток. Я считаю, действительно, верхним пределом по весу. Два килограмма. И здесь он попадает, и здесь понятно, что вы получаете за эти два килограмма. Понятно, почему. Сейчас всё покажу. Давайте для этого сначала её поставим. Ну вот, друзья, сразу стало ясно, почему мне нравится эта палатка. Почему я считаю её очень интересной и достойной внимания. Она для ультралёгкой очень комфортная. У нас размер 135 на 210. То есть, два человека сюда ложатся в общем с большим комфортом. Дело в том, что 135 это почти 140, а 140 это такой норматив для трекинговых и кемпинговых палаток. Вот, поэтому она реально широкая. И у неё сделана большая консоль. Консоль здесь, мне кажется, даже больше метра. И это обеспечивает вместе с широким дном большое внутреннее пространство. Поэтому получается 2 килограмма. Но, учитывая то, что это самостоящая конструкция, она стоит вообще сейчас без колышков, её вообще можно двигать, переносить одной рукой, то, в принципе, вы можете обойтись без части колышков и без штормовой системы. И тогда палатка будет весить на двоих 1,8, что вполне нормально. Ткань дна, как и ткань тента, имеет плотность нитки 20 ден и силиконовую пропитку, а также микроструктуру рипстоп. Я сейчас постараюсь её показать. Вот, смотрите на просвет. Эта ткань имеет 4000 мм водного столба, что, в общем, немного для дна. Но у нас с вами имеется футпринт, который идёт сразу опционально и бесплатно, то есть без доплаты. Особо хочу сосредоточиться на угловой фурнитуре. Она вся сделана на металлических, алюминиевых, но, тем не менее, металлических скобах. И это решение тоже характерное для трекинговой палатки, обеспечивая дополнительную надёжность. Даже на консоли уже есть такая же металлическая пряжечка. И все углы сетки, целиком внутренняя палатка состоит из сетки, все углы сетки дополнительно укреплены тканью. Также дополнительно укреплены углы самой палатки дополнительными швами и дополнительными кусками ткани. Итак, друзья, 4000 мм на тенте, структура рип-стоп, проклеенные швы тента, укрепление углов. Всё очень-очень на данный момент интересно. Сейчас палатка стоит на четырёх колышках, и при этом вполне нормально растянут. Кстати, есть опциональный предбанник, можно купить предбанник длиной полтора метра. Но такого у нас нет. Особ статья. Дело в том, что это палатка, а не просто так палатка. Это копия знаменитой палатки американской МСР Хаба-Хаба. Хаба-Хаба. И по сути, это почти точная копия. Получается, что вес палатки вот этого модельного года, у них там модельные годы на МСР, она где-то 1,67, то есть разница в такой же, в минимальной комплектации. Легкоходы не простят такой разницы. Но в действительности нужно понимать, что МСР – это знаменитая фирма, и палатка этой фирмы стоит примерно в 2,5 раза дороже, чем это чудо у меня за спиной. Поехали обратно к вентиляции и качеству исполнения. Одна из самых важных вещей – это вентиляция в палатке. Здесь вентиляция обеспечивается, во-первых, окошечками спереди и сзади, и, конечно, тем, что у палатки нет юбки, и она отступает где-то на 10 сантиметров от земли, что образует хороший зазор для вполне полноценной вентиляции. По качеству исполнения никаких проблем с швами, никаких проблем с нитками торчащими. Везде поставлены светоотражающие элементы, а фирменные хорошие ниточки тоже со светоотражением. Модные колышки, совершенно четкие. Все по фэншую. За счет того, что здесь в конструкции, в алюминиевой дуге 7001, чтобы это не значило, применены хабы и консоль. Вот два хаба, расширяющих пространство в голове и в ногах. И консоль, вот она у нас наверху. Мы получаем грандиозное внутреннее пространство, где 3-4 человека могут спокойно, не знаю, провести чайную церемонию. Спокойно сидеть здесь и отдыхать. Два человека здесь ложатся вполне успешно. И даже я думаю, что, возможно, например, семья с маленьким ребенком тоже уместится в таком режиме ультралайт. Кармашки, крючочки, полочка. В общем, что еще надо внутри палатки? Все хорошо. Относительно небольшой вес. Два тамбура по 70 сантиметров с каждой стороны. Удачная конструкция с консолью и двумя хабами. Использование сверхлегких тканей. Использование интересных конструктивных решений. Нормальная вентиляция. То есть мне с самого начала палатка была интересной. И она все мои ожидания оправдала. Она действительно очень интересная и крутая. Ну, правда, здесь нужно оговориться еще раз. Это заслуга не самих китайцев. Это клон хаба-хаба. Но это очень хороший клон. И мне он нравится. Для кого бы я рекомендовал такую палатку? Да, в общем, у нее очень широкий круг возможных пользователей. Это и два человека идут в поход. Пара и не пара все равно. Кстати, если два человека идут в поход, живут в палатке и не пара, это очень клево. У каждого свой тамбур. У каждого свой выход. Это молодая семья с маленьким ребенком. Это путешественник-одиночка, который готов носить эти два килограмма, но получать большое количество комфорта. Кому противопоказана эта палата? Мне кажется, любые палатки Ультралайт противопоказаны для кемпинга. Потому что все-таки ткань с ниткой 20 ден может быть подвергнута выгоранию. Если вы просто эту палатку поставите, и она будет стоять на ярком солнце, там, 10-20 дней, она может пострадать. Но это, собственно, общее правило для любых палаток Ультралайт. Так что, если вам нужна легкая палатка с хорошим уровнем комфорта, обратите внимание на эту модель. Мне она очень-очень понравилась. Всем хороших походов и до встречи в поле. Субтитры сделал DimaTorzok